Братья и сестры, мы знаем, мы слышим об этом, мы говорим о том, что мы имеем в Иисусе Христе, какие преимущества мы имеем в Иисусе Христе. И свидетельствуя, например, другим людям, благовествуя другим, мы их призываем стать на путь спасения. Почему? Потому что это лучший путь. Чем он лучший, этот путь? Мы стараемся им объяснить. И Слово Божие нам говорит о том, что мы имеем в Иисусе Христе. И мы уже с вами говорили об этом, когда обращались к посланию к римлянам, 9 глава. Сегодня мы снова обратимся к этому тексту Священного Писания. И главным образом для того, чтобы посмотреть, что Господь дал когда-то народу Своему, народу Израиля. И что сегодня мы имеем в Иисусе Христе? Какое наше преимущество в Иисусе Христе? И все это, братья и сестры, должно не просто дать нам, ну, просто знание. Нет, не просто знание. Но все это должно побуждать нас, побуждать быть благодарными Господу за то, что мы имеем в Иисусе Христе. Ценить то, что дано нам Господом. Ценить тот путь, на который поставил наш Господь. И исследовать, конечно, по этому пути. Итак, 9 глава послания к римлянам. Мы снова прочитаем первые пять стихов 9 главы послания к римлянам. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот так когда-то апостол Павел разъяснял верующим в Иисуса Христа, что мы имеем в Иисусе Христе. Как если мы возьмем все послание к римлянам, то начиная с первой главы апостол Павел говорит о том, что Господь уже дал народу своему, народу Израиля. Апостол Павел подчеркивает греховную натуру человека, подчеркивает нужду человека в Иисусе Христе. А дальше, начиная с 9 главы, 10, 11 глава, апостол Павел обращается к судьбе народа Божьего, народа Израиля. Какую роль он играет в Божьем замысле спасения. И потом послание к римлянам, начиная с 12 главы, апостол Павел практически показывает, что это значит быть спасенным человеком. Что это значит в каждодневной жизни проявлять характер Иисуса Христа. Что это значит, что я говорю, я спасенный человек. Как я должен жить, как спасенный человек. Обо всем этом с 12 главы. А перед нами отрывок, который находится в главах, которые посвящены судьбе народа Божьего Израиля. И мы с вами прочитали текст Священного Писания, о котором уже мы говорили. И мы говорили о преимуществе, которое дает нам Господь в Иисусе Христе. Мы с вами уже обращали внимание на то, что значит быть израильтянином, какое в этом преимущество. Мы говорили о том, что Господь дал своему народу вот эту привилегию усыновления, славу. И мы говорили о том, что мы в Иисусе Христе имеем. Сегодня мы обращаем внимание на следующие привилегии, на следующие преимущества. И что это значит для нас сегодня. Итак, перед нами 4 стих 9 главы. И следующее преимущество, следующая привилегия, которую Господь дал народу Израиля в свое время, это заветы. Заветы. Им принадлежат заветы. И что это значит? А это значит, что когда мы читаем Священное Писание, еще книгу Бытие, 12 главу, то в ответ на греховность человека, как показывают нам первые главы книги Бытие, вплоть до 12-й, в ответ на греховное состояние человека, в ответ на нужду человека в спасении, и то, что человек не в состоянии изменить самого себя, он зависим от греха. Как избавиться? Господь удивительным образом действует. Он избирает одного, то есть Авраама, и обещает ему, это уже книга Бытие, 12 глава, первые три стиха, обещает ему благословение, обещает от него произвести совершенно новый народ. Господь не избрал какой-либо из существующих народов, которые тогда жили, во времена Авраама. Он обещает от Авраама произвести совершенно новый народ, и через этот народ благословить все народы земли. Этот народ должен был стать каналом Божьего благословения для всех народов земли. Господь таким образом заключил завет с Авраамом, пообещав от него произвести народ, пообещав благословить все народы земли через этот народ. Затем Слово Божие нам показывает, что Господь произвел этот народ, да? Этот народ оказался в Египте, этот народ оказался потом в рабстве. Господь чудесным образом выводит народ свой из рабства, обещает им землю, но перед этим повел в противоположном направлении от земли обетованной, повел к Синаю. Зачем? А чтобы там заключить завет со своим народом, завет с народом своим. И вот уже теперь через Моисея Господь дает определенные обещания, об этом мы читаем в книге Исход, начиная с 19 главы и все последующие главы, когда Господь обещает своему народу, что если будете соблюдать завет Мой, если будете соблюдать, если будете исполнять, то что? Будете Моим народом, будете царственным священством, будете людьми, взятыми в удел, будете Моим народом. Господь заключил завет через Моисея с народом своим, о том, что это его народ, усыновленный народ. И Господь дает закон своему народу, чтобы они жили по этому закону. Проходит время, и Господь заключает завет с Давидом. Об этом мы сегодня читаем во второй книге царств, в седьмой главе. Господь заключает завет с Давидом и обещает произвести, обещает Давиду дать потомка, дать сына, который вечно будет царствовать на престоле. Ну, конечно, в том историческом аспекте речь шла о Соломоне, но Господь стоял над этим, и Господь смотрел вдаль. Господь пообещал Давиду дать потомка, который вечно будет царствовать, и царству его не будет конца. Конечно же, речь идет об Иисусе Христе. Откуда мы это знаем? Мы скажем, ну, из Писания мы об этом знаем. И действительно, когда прошло еще время, и мы читаем Евангелие от Луки, первую главу, у нас праздник есть, Благовещение, когда ангел является Девей Марии и обещает ей сына, она родит сына. Но при этом ангел повторяет то, что когда-то Господь сказал Давиду. Господь заключил завет с Давидом, пообещал дать царя, который будет царствовать над народом, будет царствовать вечно. Прошло время, когда ангел обращается к Марии и говорит, что это ты родишь сына, он будет велик, он наречется сыном Всевышнего. Ему даст Господь Бог престол Давида, отца его. Он будет царствовать вовеки. В то же самое время Господь продолжал исполнять свой замысел спасения всего человечества. И прошли века, когда Господь обращается к своему народу через пророка и Еремию. И сегодня мы читаем это в 31 главе книги пророка и Еремии. Нужно сделать небольшой экскурс, братья и сестры, в данном случае в историю. Тогда, когда пророчествовал и Еремия, в Израиле были не лучшие времена. Дело в том, что народ Израиля отступал от Бога. Многие нарушали закон. И как последствие этого Господь обещал, что вы будете выселены из земли своей. И храм, на который они так надеялись, Господь сказал, он будет разрушен. И Еремия как раз в это время пророчествовал. Господь через пророка и Еремию как раз говорил об этом. И действительно, слова Господни исполнялись. Потому что в большинстве своем люди ложно надеялись на храм. Народ Израиля ложно надеялся на свое избранничество. Вот на этом они полагали основания жизни своей. И твердо верили в то, что с ними ничего не произойдет. Почему? Потому что у них есть храм. Потому что этот храм во святом городе. Потому что они избранный народ. Господь не может уничтожить свой народ. А через Еремию Господь говорил, может. Может. Потому что последствия греха – это смерть. И пришло время, когда царь Вавилона Навуходоносор берет в осаду Иерусалим. Это был 588 год до Рождества Христова. Два года Навуходоносор держит Иерусалим в осаде. Когда уже в Иерусалиме заканчивались запасы продовольствия. Все закончилось. Когда надежды нет никакой, казалось бы. Вот в это время Господь через пророка Еремию дает новое пророчество. И Он обещает. Это 31 глава книги пророка Еремии. С 31 стиха мы читаем. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Господь обещает заключить Новый Завет с Домом Израиля, с Домом Иуды. Господь говорит о преимуществах Нового Завета. Вот это было дано тогда, когда, казалось бы, по-человечески нет абсолютно никакой надежды. И мы задаемся вопросом, хорошо, Господь заключил Заветы с народом Своим, им принадлежат Заветы, а нам-то что? А дело в том, что у нас есть преимущества, которые мы имеем в Иисусе Христе. И, братья и сестры, я хотел, чтобы мы правильно понимали Слово Божие. Потому что, когда мы говорим, например, о Ветхом Завете, то часто мы автоматически так думаем, ну, вот тот Ветхий Завет, да, это через Моисея с народом Израиля. Это то, что к нам не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, имеет отношение, ну, это тема уже другого совершенно разговора, другой совершенно проповеди. И мы думаем, а вот Новый Завет, вот это наш. Новый Завет, это вот то, что с церковью. Но мы читаем о том, что Новый Завет был обещан народу Израиля. Новый Завет был обещан Дому Израиля, Дому Иуды. Язычники к этому не имели никакого отношения на первый взгляд. Тогда почему же мы считаем сегодня Новый Завет нашим Заветом? А потому что, когда мы читаем послание к евреям, там показано, что мы имеем в Иисусе Христе. И какое преимущество сегодня мы имеем в Иисусе Христе. Восьмая глава послания к евреям. Ну, можно всю читать, восьмую главу, но мы обратим внимание с шестого стиха. Речь идет об Иисусе Христе, который первосвященником является. Причем лучшим первосвященником, нашим первосвященником. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит. И далее идет цитата как раз из книги пророка Еремии. Господь обещает заключить Новый Завет. Но вот что здесь самое главное, что Иисус Христос, как первосвященник, Он стал посредником, Он стал ходатаем лучшего Завета, нового Завета. И мы, братья и сестры, уверовав в Иисуса Христа, мы стали причастниками этого Нового Завета. Мы с вами, уверовав в Иисуса Христа, как нашего первосвященника, лучшего первосвященника, мы попали под это благословение Нового Завета, что Господь когда-то пообещал заключить с народом Своим. Поэтому, благодаря тому, что совершил Иисус Христос, стал нашим первосвященником, в Иисусе Христе мы народ Божий, в Иисусе Христе мы Церковь Христова. Мы причастники этого благословения. Это должно вызывать в нас чувство благодарности Господу. Мы с вами в Завете с Господом. Это очень серьезно, это очень ответственно в то же самое время. Это не только привилегии, но это и ответственность. И мы можем с вами, братья и сестры, вспомнить день нашего крещения. Это не обряд какой-то очередной, потому что так надо, чтобы стать членом поместной церкви. Нет, это гораздо серьезнее, это гораздо больше. Потому что мы демонстрировали всем церкви, веровавшим, осознавали мы или нет, но и духовный мир был свидетелем тому, что происходило тогда при крещении. Мы вступили в Завет с Господом, в Иисусе Христе. Мы пообещали, что мы будем исполнять условия Завета, нового Завета. Мы взяли на себя ответственность. Да, я еще раз хочу подчеркнуть, это привилегии, но в то же самое время и ответственность. Поэтому будем не только благодарными Господу, будем помнить о нашей ответственности, которую мы имеем. Следующее, что Господь дал народу своему, мы читаем законоположение, 4 стих 9 главы послания к римлянам. Законоположение, или другими словами, закон. Господь дал закон. Закон принадлежит народу Израиля. Закон, или еще буквально, буквально это означает инструкция. Инструкция. Вот, чтобы правильно чем-либо пользоваться, нужно читать инструкцию. Когда мы приобретаем дорогостоящую вещь, чтобы сразу ее не испортить, что нужно сделать? Прочитать инструкцию. Чтобы правильно пользоваться этой вещью. Правильно, согласно инструкции. Ну, вещь это дело такое. Мы можем правильно пользоваться, можем игнорировать все инструкции. Но гораздо серьезнее, когда Господь дал инструкцию человеку, как ему правильно жить. А он игнорирует это. И он живет так, как считает нужным. И вот для того, чтобы народ Израиля был светом для других народов, был примером для других народов, Господь дал законоположение, мы прочитали. Господь дал инструкцию. Господь дал закон своему народу. Почему? А потому что, исполняя заповеди, исполняя закон, это был путь к благословению. Понимая, кто дал закон, осознавая святость Божию, славу Божию, осознавая святость завета, потому что постановления были даны самим Господом. Народ Израиля должен был исполнять этот путь к благословению. А вдобавок, это еще был образ жизни. Потому что тогда, когда у Синая Господь давал закон своему народу, то закон это не просто 10 заповедей. Мы, наверное, сразу думаем, закон это 10 заповедей. 10 заповедей это сердце закона. Сердце закона. Но когда мы читаем книгу Исход, 20 глава, да, это 10 заповедей. Но все последующие главы, плюс книга Левит, это то, что окружает эти 10 заповедей. Господь в закон включил все. Были включены все аспекты жизни человека. Абсолютно все аспекты. Начиная с поклонения Богу, продолжая ежедневной жизнью, как народ святой, и заканчивая уже мелочными предписаниями, а как должен жить народ святой? Как он должен одеваться? Как он должен следить за своим телом? Как он должен следить за своей одеждой? Как он должен следить за своими взаимоотношениями с другими людьми? И так далее, и так далее. Закон включал в себя все. Одним словом, это был образ жизни народа Израиля. Не просто, что, дескать, я и так живу нормально, а тут еще закон надо исполнять. Нет, это образ жизни. И когда мы читаем Божье Слово, то мы встречаем, например, радость от того, что Господь дал закон народу своему. Ну, например, мы читаем Псалом 18, где приведено преимущество закона Божьего. В частности, мы читаем 11 стих и 12 стих. Они, ну, речь идет о Божьих постановлениях, они вожделение золота. Вот так псалмопевец Давид описывает закон Божий для человека Божьего. Божий закон, я еще раз хочу подчеркнуть, это образ жизни. Я еще раз хочу повторить, это не просто, что я живу, в принципе, нормально. Ну, вдобавок, там надо еще закон исполнять. Нет. Они вожделение золота. И даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Вот так описывал псалмопевец Давид красоту Божьего закона. А когда мы читаем с вами 118-й псалом, братья и сестры, 118-й псалом, кстати, одна из самых длинных глав Библии, 118-й псалом, то в этом псалме описана красота Божьего закона. То преимущество, что имеет человек, исполняя Божий закон. Это замечательный псалом 118-й. Каждые восемь стихов приведены восемь синонимов для Божьего закона. И о преимуществах этого. Снова восемь стихов и снова восемь синонимов, как описан Божий закон и насколько он вожделенен для человека и так далее. Снова восемь стихов и снова восемь синонимов, которые описывают красоту Божьего закона. Что же мы имеем в Иисусе Христе? Братья и сестры, это тоже наш образ жизни. Ну, когда мы обращаемся к посланию к евреям, мы уже обращались. Восьмая глава. Мы с вами обратили внимание на то, что в Иисусе Христе, первосвященнике нашим, мы стали причастниками Нового Завета. Мы с вами попали под благословение Нового Завета. Но в частности, какие есть преимущества Нового Завета, в отличие от того Первого Завета, что Господь дал народу через Моисея. Десятый стих, восьмой главы. Вот Завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, они будут моим народом и не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все будут знать меня. Почему так? А потому что Божий закон теперь уже в сердце записан. В сердце. Он не просто где-то в стороне читается, слышится, но вот преимущество Нового Завета, Божий закон в сердце. Поэтому сегодня последователь Иисуса Христа, тот, который говорит о себе, что я спасенный человек. И когда мы читаем послание к римлянам, мы уже говорили, начиная с 12 главы, постол Павел показывает, а что это на практике значит быть спасенным человеком? Спасенный человек это тот, для кого исполнение Божьих заповедей, записанных Библией, записанных Священном Писании, это образ жизни. Это не что-то, что он думает, я, в общем, живу и так хорошо и так живу моральной жизнью. Ну вот заповеди еще надо исполнять, стараться. Для него это образ жизни. Исполнение Божьих заповедей это образ жизни. Он не мыслит себе другой жизни. Он не мыслит себе жизни без Бога. Он не вспоминает, а вот когда я жил без Бога, вот тогда то-то и то-то было. Он наоборот сожалеет о том, что он жил без Бога. И он благодарит Бога за то, что в Иисусе Христе мы имеем вот это преимущество. Бог дал нам закон, чтоб мы жили по этому закону, мы жили по этой инструкции, мы жили по Священному Писанию. Это образ жизни спасенного человека. Возвращаясь к четвертому стиху девятой главы послания к римлянам, мы читаем о том, что им, то есть израильтянам принадлежит богослужение. Богослужение. Это преимущество, которое Господь также дал народу своему Израилю. Богослужение. Имеется в виду то богослужение, которое происходило в Скинии, потом при храме. Вот та система жертвоприношений, которая описана в книге Левит, первые семь глав. Пять видов жертвоприношений описаны на все случаи жизни. То ли искупить грех была жертва, то ли возблагодарить Господа снова нужно было идти и приносить жертвоприношения. То ли просто человек хотел прославить Господа за то, что он является частью Божьего народа. Пожалуйста, это можно было делать, но снова приносилось жертвоприношение. В общем, пять видов жертв дал Господь своему народу на все случаи жизни. То ли попросить прощения за грех, то ли возблагодарить Господа. Пять видов жертв. Господь также дал постановление об очищении, потому что святой народ должен быть святым. Он должен очищать себя, должен освящать себя. Господь призывал народ свой к этому освящайте себя. Одним словом, братья и сестры, в то время, как окружающие Израиль народы поклонялись идолам, за которыми стояли бесы, и Слово Божие, кстати, открытым текстом говорит об этом. Мы читаем, например, книгу Второзакония, 32 главу, 105 псалом, это в Ветхом Завете, или в Новом Завете, 1 Коринфянам, 10 глава, то вот эти три текста, они говорят о том, что язычники, поклоняясь идолам, в действительности поклоняются бесам. И в первом послании Коринфянам, 10 главе, апостол Павел обращается к уверовавшим во Христа и говорит, что это порочная практика, да, некоторые из вас поклонялись, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Это языческий образ жизни, но народу Божьему Господь дал нечто другое, дал преимущество служить Богу живому и истинному. И в Слове Божьем это рассматривается как привилегия поклоняться Господу, служить Ему, быть Его народом. это преимущество служить Творцу Вселенной, поклоняться тому, кто сотворил все и сотворил нас, от которого мы зависимы, который дает нам жизнь, который хранит народ свой. Это великая привилегия. Что же мы имеем в Иисусе Христе, братья и сестры? Ну, опять, возвращаясь посланию к евреям, когда мы читаем 9 главу, 14 стих, ну, в 13 стихе идет обращение вот к тому, что было в народе Божьем. Если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче, сегодня мы бы сказали, то тем более, и что, или, что гораздо лучше, что гораздо важнее, что гораздо больше, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего это все? Для служения Богу живому и истинному. Вот, что мы имеем в Иисусе Христе. Истинное поклонение Господу. Истинное служение Господу. Когда мы осознаем, кто такой Господь, кто такие мы. Когда мы прославляем Его, то, что мы делаем, мы это совершаем для славы Его. Ну, по крайней мере, должны совершать для славы Его. То ли мы поем, участвуем в хоре, совершаем какое-либо другое служение. Это не для того, чтобы себя показать. Это для того, чтобы Господа прославить. Вот так живет святой человек, спасенный Иисусом Христом человек. Это наше преимущество сегодня, братья и сестры, поклоняться Господу. Снова 4 стих 9 главы послания к римлянам еще преимущество обетования. Им принадлежит обетование или обещание. Ну, во-первых, Господь давал, дал свое время обетование Аврааму, это произвести от него великий народ. Во-вторых, ну, наверное, во-вторых, народ. А вот, во-первых, Господь обещал благословить все народы. И когда мы читаем книгу Бытие 22 главу, она характерна тем, что она описывает испытания веры Авраама. И когда мы читаем ее, то мы можем вспомнить, там речь идет о том, что Господь сказал Аврааму принести в жертвоприношение сына твоего. Ну, конечно, Господу не нужны человеческие жертвоприношения. Это было испытание веры Авраама. И он прошел испытание этой веры. Он на самом деле был готов принести сына своего единственного в жертву. Но Господь остановил его. И дальше, в конце 22 главы, Господь повторяет те обещания, которые он уже сказал Аврааму, но более конкретизирует их. И вот в частности, Господь тогда пообещал Аврааму не просто благословлю через тебя все народы, но и всеми не твоем. В семени твоем благословятся все народы земли. Апостол Павел, когда обращался к верующим Галатийской церкви, то он повторяет именно этот эпизод. И он разъясняет уверовавшим, что мы имеем в Иисусе Христе. Послание Галатам 3 глава 16 стих апостол Павел разъясняет, что вот это семя, о котором было сказано Аврааму, это семя Христос. Вот что Господь пообещал Аврааму. Во Христе благословить все народы земли, спасти все народы земли. Обещания Божии указывали на Иисуса Христа. В день Пятидесятницы, когда мы сегодня читаем вторую главу книги Деяния апостолов, когда апостол Петр проповедовал собравшимся, что же произошло, то он как раз и напомнил, что все Божьи обетования указывают на Иисуса Христа. Братья и сестры, мы сегодня, уверовав в Иисуса Христа, мы тоже причастники Божьих обетований. Мы причастники Божьих обещаний, и когда мы читаем Божье Слово, здесь масса Божьих обещаний. Что же Господь обещает верным Своим? Что Он обещает уверовавшим? Много обещаний. Ну, например, например, когда мы читаем первое послание Иоанна, вторую главу, 25 стих написано так, обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Вот, что нам обещано в Иисусе Христе, жизнь вечная. Это великое преимущество, братья и сестры. Или, например, послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих. С великой радостью принимаете, да, блажен человек, который, что, переносит искушение или испытание. А почему он блажен? А потому что есть обетование, есть обещание, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот еще одно Божье обетование, братья и сестры. Когда, идя по жизни и сталкиваясь с искушениями, мы боремся, мы сражаемся, мы не опускаем руки, но мы сражаемся с этим. Мы имеем обещание, награду от Господа. Или, например, послание к евреям в 10 только главе, в 36 стихе тоже приводится Божье обетование. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Это и в 10 и в 11 главе говорится об обещании Божьем. Господь обещает благословить великим благословением верных Ему. И в частности в 11 главе Господь говорит о большом обещании своим последователям. Он обещает город. Небесный город тем, которые верно следуют за Господом. Ну и последнее мы читаем в 9 главе послания к римлянам. В 5 стихе что же принадлежало израильтянам, что им принадлежит? Их и отцы, имеется ввиду патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, действительно генеалогическое древо израильтян идет корнями вот туда, к Аврааму, Исааку, Иакову. И тогда это была великая привилегия быть частью Божьего народа. Но в то же самое время мы читаем, что Авраам он отец всех верующих. Это наше великое преимущество. генеалогическое древо веры всех христиан ведет к Аврааму. Это наше преимущество, братья и сестры. Мы также читаем в пятом стихе «И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Да, Христос по плоти. Это то, что пообещал Господь, пообещал через Авраама дать благословение всем народам земли. То, что Господь обещал Аврааму всеми не твоем, благословятся все народы земли. В каком благословении нуждается человек более всего? В том, чтобы был мир, в том, чтобы экология была хорошая, в том, чтобы экономика была хорошая. Самое великое благословение – это спасение. Потому что самая великая нужда человека – он нуждается в спасении. Он зависим от греха и он нуждается в спасении. Все, что мы видим вокруг нас сегодня, вот эта нестабильность, это все последствия греха. Самое великое Божье благословение – это спасение. Поэтому, братья и сестры, будем благодарными Господу за спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Это великая привилегия. Это великие благословения, которые мы получаем в Иисусе Христе. Но будем помнить о том, что наряду с привилегиями у нас есть ответственность исполнять волю Божию. У нас есть ответственность познавать Господа, познавать волю Его, как она открывается нам Божьем Слове. У нас есть ответственность перед Господом изучать Божье Слово, жить по Божьему Слову, жить для славы Божьей, быть Его живыми свидетелями в этом мире, благовествовать о Нем – это наша ответственность перед Богом. И так будем помнить о нашей ответственности и пусть наши сердца будут благодарными Господу за те благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе. Аминь. Будем молиться. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что в Иисусе Христе Ты благословляешь нас всяким духовным благословением в небесах. Мы благодарны Тебе за те преимущества, которые мы имеем в Иисусе Христе. Мы, Господи, стали частью Церкви Твоей. Мы стали частью народа Твоего. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны за жизнь вечную, которую мы имеем в Иисусе Христе, за уверенность, которую Ты даешь нам, за будущность, которую Ты открываешь нам в Слове Своем. И Ты говоришь о том, что верным Твоим, те, которые проходят через испытания веры и преодолевают искушения. Ты обещаешь великие благословения. Господи, помоги нам быть такими, верными Тебе, выходящими победителями из искушений, служащими Тебе. Помоги нам быть Твоими живимы свидетелями в этом мире, чтобы многие еще, глядя на нас, слыша наше благовестие, чтобы они тоже обратились к Тебе. прими благодарность за все. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok